Раз-два-три. 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 Ой, мое кольцо. Как называется ваш юнит? Привет, я Чимин, 95-й лайн. Привет, я Ви, 95-й лайн. В чем сила нашей команды? Что у нас есть, а у других команд нет? У них нет участников одного возраста. Это правда. В других подразделениях нет участников того же возраста. А также, думаю, наша команда чувствует себя более расслабленными, чем другие. Мы всегда выглядим счастливыми. Яркими. Как бы вы оценили химию 95-го лайна? Думаю, мы немного лучше. Вы знаете результаты других команд? Все ответили 100 из 100. А если они 100 баллов, надо сказать 30, тогда наша оценка будет выглядеть круто, так как 100 – это предел. Для нас, у нас есть еще 70-точков, надо сказать, что даже какая-то песня стоит 30 баллов. Итак, когда мы выпустим больше песен, они будут лучше, чем эти. Значит ли это, что ты снова будешь сотрудничать со мной? Конечно. Сделай это. Сотрудничай. Ты всегда говорил, что будешь, но никогда этого не делаешь. Я буду стараться изо всех сил. Я тоже буду. Мы оцениваем это на 30 баллов. Как вы пришли к этому юниту? Разве это не ты мне предложил это сначала? Я понятия не имел, что эта песня будет включена в альбом. И после обсуждения с нашими производителями вышла эта милая песня. Мы никогда не делали песни обо мне. И было в временах Тихена. Я подумал, почему бы нам не попробовать. Это подошло, поэтому мы работали над этим вместе. Тихен сделал это очень круто и смешно, правда? Это сотрудничество могло быть слишком предсказуемо, но потому что мы друзья. Я думаю, тема этой песни оригинальна и красива. Я хочу поработать с Тихеном над множеством вещей, поэтому, пожалуйста, сделай это. Макияж сотрется, если ты будешь так делать. На ранних этапах сотрудничества с Чимином, Я думал, мы сделаем что-нибудь серьезное. Что-то серьезное. С мощными танцевальными движениями. По этим линиям. Когда я слушал песню, которую написал Чимин, я подумал, «Хм, мне понравилось, потому что это было непредсказуемо. Это было так оригинально». Есть какие-нибудь смешные моменты во время работы над песней, друзья? Все прошло нормально. Я чувствую, что превысил свой предел, записывая эту песню. И я доволен этим. Я так старался попасть в эту ноту. Я все перепробовал. Сначала я не мог попасть в нее, поэтому я сказал, мы должны немного снизить это. Верно. Стив. Это было самое сложное. Я не мог попасть в эту ноту. Так что я стал таким конкурентноспособным. Я подумал, я возьму эту ноту, чего бы это ни стоило. И так после долгой практики я сделал это на записи. Я наблюдал за всем этим процессом. Я видел, как прошла запись. И я тоже разговаривал с нашим продюсером. Так что на самом деле, я слышал, ему было тяжело. Но тем не менее, он проделал такую хорошую работу. Я думал, что эта запись ему очень подходит. Так что я подумал, почему он себя ругает? Он отлично справился. И он снял это. Так что я подумал, я был прав. Чему вы уделяете больше всего внимания? На чем вы больше всего сосредотачиваетесь? Он для меня. Я обычно не занимаюсь микшированием сам. Так что запись – мой последний этап. Так что мне нужно действительно понять песню. И когда я слушаю песню со своим голосом, я должен понять эмоции и историю. Это важно. Мы обычно называем это отношением. И я думаю, что это отношение необходимо передать. Я считаю, что песня завершена, когда мой голос завершает тему всей песни. Когда это не работает, настроение или атмосфера в целом, я пытаюсь исправить эту часть прямо сейчас. Независимо от того, сколько времени длится песня. Я хочу, чтобы вся история вписывалась в эту песню. Над какой следующей песней вы хотите поработать в этой команде? Лично я хочу танцевать с Чимином. Вау, правда? Что-то действительно сложное. Да неужели? Ага, что-то действительно очень сложное. Что-нибудь пожестче. Я хочу попробовать тяжелую хореографию. Все, кроме современного танца. Я не гибкий. Это было бы что-то вроде... Я надеюсь, что это что-то веселое. Я люблю веселое или что-то глубокое. Я хочу попробовать много разных вещей. Когда мы были стажерами или когда мы впервые дебютировали, всего через несколько лет до нашего дебюта мы исполнили много танцев в нашей студии. Правда. Так что будет приятно вспомнить старые времена. И вместе сделаем хореографию. Звучит здорово. Что изменилось после того, как вы провели вместе подростковые и 20-е годы? Я думаю, что стал немного терпеливее. Думаю, мои мысли стали глубже. А ты знаешь, все согласятся, но если ты с кем-то близок, вы можете свободно предлагать идеи и иногда быть самоуверенным. Теперь я более терпелив и могу понять, почему он так себя ведет или о чем он думает и почему он это говорит. Теперь, когда мы провели так много времени вместе, но дело в том, стать похожими на нас. Вы должны проводить столько времени вместе. Я думаю, что это значит быть друзьями. Нам еще многое предстоит построить, так что я считаю, что у нас есть возможности для улучшения. В глазах Ви, чем 20-летний Чимин отличается от подросткового возраста? Я думаю, что мизинец Чимина немного вырос. Я понимаю. По сравнению с девятью годами назад они действительно были милыми тогда, но теперь они сильно выросли. А теперь щеки Чимина ушли все. Куда делись щеки Чимина? В глазах Чимина, чем Ви в свои 20 лет отличается от подросткового возраста? Ты Хион? Сканирование? Ты Хион был таким озорным. Он всегда носил шорты. А ты помнишь эти красные шорты? Конечно. Когда мы впервые встретились, ты был в красных шортах и красной бейсболке. На спине рисунок языка. Верно. Он всегда носил эти. Вы знаете этих игривых детей в городе, кто всегда бегает с мечом? Он был одним из них. Также известен, как Чимчар. Но теперь он больше не такой. Так что мне немного грустно. Это его сторона иногда выскакивает. Но теперь Ты Хион вырос и выглядит, как взрослый. Ты Хион никогда бы не сидел вот так раньше. Он всегда вот так сидел в шортах. Если однажды кто-то сделает машину времени, я покажу Армии, каким я был. Что такое инцидент с плёцками? Я уже рассказывал Армии. Следует ли нам сначала поесть или потренироваться? Это именно то, что было. Ты утверждал, что мы должны сначала поесть. Я сказал, что мы должны поесть в перерывах. Я знаю. А я утверждал, что нам нужно поесть после того, как мы закончим. Мы поспорили по этому поводу. И в конце концов, нет, мы не разговаривали две недели. Вот когда я работал над этой Дорамой. Так что, если я чего-то жаждал, я должен был это съесть. Я был так молод. Я сказал, что хочу есть во время тренировки. Он сказал, что никто из участников ещё не ел. Нехорошо, если ты поешь первым. Так что, давай поедим после того, как мы закончим. Поэтому я сказал, эй, я голоден. Я должен сначала поесть. Это не займёт так много времени. Просто подожди. Мы обиделись на это. Мы тогда были очень обидчивыми. Все участники. Все были разочарованы, и поэтому они сказали, разберитесь с этим на улице. Мы даже не ответили. Верно. Мы просто вышли на улицу. Мы просто говорили одно и то же снова и снова. И так мы вернулись и сели в круг и поговорили. И я вышел на улицу и выпил с Шугой. Ага. И я напился. Ты помнишь? Мы встретились в этом парке, поговорили, и я пошёл. И я был пьян. Пихён, это неправильно. Неправильно. У меня всё ещё есть это видео. Есть видео? У меня есть. О, он невероятный. Давай. Ты не можешь этого сделать. У меня всё ещё есть это видео. Знаешь, что смешно? Мы ссорились и злились друг на друга. И я подумал, ты не можешь этого сделать. Кто бы снимал это на видео? А он, ты не можешь этого сделать, потому что я съел все пельмени. О, это было, когда я написал 4 o'clock. О, действительно? Да, я написал. Я сказал тебе, что написал это, когда ходил это был парт. Ой, это было 4 o'clock. Тогда было 4 часа утра, так что было 4 или половина пятого. Я не имел представления. Благодаря инциденту с клёцками, песня «Друзья» и 4 o'clock. Вот так я и написал 4 o'clock. Ты не можешь этого делать, Тихион. У меня всё ещё был мой диалект. Тихион. Можете ли вы спеть свою любимую партию в «Друзьях»? Мне очень нравятся помню себя форме эта часть я до сих пор помню как будто это было вчера мы двое в школьной форме это было похоже на то что я ходил в школу с семьей раньше я ходил в школу из дома так что это было совершенно по-другому уйти из нашего дома каждое утро у нас был вызов ты хион проснись ты хион проснись потом я шел мыть посуду потом снова пытался его разбудить ты хион вставай нам нужно идти тогда мы злились друг на друга и когда мы просыпались рано мы шли в тот ресторан на завтрак он был в плохом настроении если я будил его но мы садились в автобус все забывали и чувствовали себя хорошо мы ездили в школу на автобусе и тоже возвращались вместе на обратном пути мы всегда заходили в супермаркет и покупали им джабан мы ели его с рисом быстрого приготовления или свареным рисом кто-то всегда готовил рис я хорошо готовил рис ага мы так ужинали что вы хотите сказать друг другу мы всегда говорим это друг другу хорошая работа с терпением жду сотрудничества с вами шутка сомневаюсь спасибо сообщение для армии я думаю армии не ожидали что мы будем говорить то что только что сказали я не знаю как получится это интервью но мы рассказали свои откровенные истории как можно честнее ага и я не знаю когда мы говорим о наших историях из старых времен я надеюсь вам хорошо от этого и вам они нравятся мы просто проходим через вещи что все друзья проходят вместе друзья как обычные друзья так что я надеюсь что вам хорошо когда вы это смотрите надеюсь это похоже на разговор двух мальчиков и армии слушает их надеюсь вам не будет неловко всегда спасибо я люблю вас я люблю вас я люблю вас